Так, ну что, ребятки, всем привет! Продолжаем говорить про WarTune Ultra. Я тут продолжил играть, решил посмотреть, что дальше. Может быть, мнение моё было неправильно, потому что я прям там занегативил в первом видео. Ну, это и понятно. Я сравниваю всё со старой игрой. Это абсолютно другая игра, абсолютно новая. Я там сказал, что это не WarTune. Для меня это так. Так, моё мнение от вашего может отличаться, поэтому, ну, тут как бы на меня зла никакого не держите. Ну, вот, каждый сам принимает решение. Играть ему, не играть. Я делюсь просто своим мнением. Вот, но у нас нет альтернативы. Вообще никакой альтернативы нет, поэтому имеем, что имеем, работаем с тем, что мы имеем прямо сейчас. Вот. В целом могу сказать, что первые впечатления меня не обманули. То есть много тут очень странных нюансов с точки зрения баланса. Перекос в сторону дамага очень сильный. Но, опять же говорю, ладно. Вот есть у нас игра. И сегодня буду делиться другими мыслями, которые пришли вот уже в процессе игры дальше. Что у нас поменялось по сильфам? Значит, как я и предполагал, у нас поменялись роли. У нас огонь это дамагер. Вот, причём отличный дамагер. Он стоит наравне с тьмой. Пока что, пока что стоит наравне с тьмой. Я думаю, когда персонажи станут пожирнее, когда станет побольше хп, может быть, там тьма будет чуть-чуть помощнее. Вот, но учитывая то, как огонь, в принципе, стоит против тьмы, и тьма огонь не пробивает, и огонь тьму не пробивает, там всё будет всё-таки на скиллах и на умении игрока вообще в целом вести бой. Вот, там и огонь может победить, и в целом нормально дамажит тьма. Аполлон, как я и сказал, имба. В бою это видно, это видно прямо сейчас, это видно на поле боя. То есть, может быть, где-то в каких-то моментах другие сильфы тоже будут неплохие. Вот, но с точки зрения пвп, с точки зрения боя, что для меня важнее всего, да, для меня не важно там быть в топе по мировому боссу, например. Для меня важно быть в топе, в целом чувствовать вообще вот топовые позиции, топовые стратегии для боя один на один. И здесь можно однозначно сказать, что Аполлон, по крайней мере, на данный момент, в данном патче он прям имбует. Он реально имбует. И все разговоры про то, что там можно талантом неуязвимости как-то что-то законтрить, отхилиться там и так далее, в бою это всё не работает, это всё фигня. А в бою происходит следующее. Вы выпрыгиваете в сильфов, одновременно прожимаете руну, и если человек с Аполлоном видит, что его пытаются законтрить, он просто не использует свои самые сильные скиллы. Вот и всё. Он пробивает каким-нибудь... Пока вы его контрите, да, этим талантом, он выкинет какой-нибудь вообще левый скил. Ну, вторым скиллом он всё равно пробьёт вас вот этим своим мощнецким скиллом, там, на 450%, или 430, сколько у него там он. Давайте посмотрим. 450%. И всё, после этого скилла вы в ответ не будете ничего делать. Вы не будете... Вы будете уходить в деф, вы будете пытаться хилиться, вы будете пытаться там убежать под щит, если он у вас есть. Будете что угодно пытаться делать, а дальше он у вас будет продолжать херачить. У него дальше ещё ульта, у него дальше ещё скиллы, там 200, там ещё есть скилл на 200. Здесь просто у человечка странные скиллы, какие-то, ну, такие деферские. Вот. В бою реально один на один, если вы раскачаны равно, то если у вас какой-либо другой сильф против Аполлона, вы проиграете. Всё, это факт, это точка. Кто бы мне там что ни говорил, что там и электрический что-то может, и тёмный там может. Нет. Вот есть мощнейшие скиллы, и они на самом деле задают ритм бою. Вот. В этом плане очень хорошо, что огонь один из недонатерских, скажем так. Сильфов тоже очень-очень люто им будет. То есть, если мы равно раскачаны с противником, и у противника электрический сильф у меня огонь, у электрического сильфа нет шансов. Просто нет шансов. Накидываю один скилл, накидываю ульту, и там слетает 90% хп, и человек ничего не может сделать. В большинстве случаев человек пытается спастись, уйти в деф, но ничего не помогает ему. Вот. Возможно, электрический сильф действительно будет хорош на мировом боссе. Возможно. Возможно. Почему? Потому что у него есть возможность поставить все 5 скиллов дамагерских. Там 270, 250, 240, 230 процентов. То есть, все дамагерские скиллы, если ему поставить, и не ставить ему деферские скиллы, то, да, может быть, он будет реально имбовать на мировом боссе. А если мы говорим про основного сильфа, ну, вы не можете, например, игнорировать у огня 30% отхил, да. И вот с этим скиллом ходить на мирового босса, ну, скажем так, не очень может быть и эффективно в будущем будет. То есть, нужно будет дополнительного какого-то качать. То же самое с Аполлоном, то же самое с Тьмой, хотя Тьма, в принципе, там все тоже дамагерские скиллы. То есть, надо тестить. Вот. Но если мы говорим про основного сильфа, здесь просто, смотрите, какая вещь, махра и горох добываются здесь очень-очень слабо. Вот то, что я здесь скопил, там 263, это я все вот эти вот знаки, я их поменял на махру. Почему? Потому что понимаю, что ничего дельного я на эти знаки купить не могу. То есть, покупать какую-то шмотку или аппетсильфа. Конечно, аппетсильфа. Вот. Пока покупать какого-то коня там на плюс 10, либо аппетсильфа. Конечно, аппетсильфа, там профита гораздо больше. Ну и в целом я заметил, что эти два ресурса, махра и горох, они очень-очень, скажем так, в дефиците. В дефиците здесь. Вот. Какая рекомендация для игроков, которые будут начинать играть здесь и прям, ну, готовы играть? Да, действительно. Я рекомендую один раз задонатить в самом начале. Вот. Если есть возможность задонатить там баксов 100, может быть, чуть побольше сразу, да, и купить два сильфа, свет и тьму, нужно брать два сильфа, свет и тьму. Вот. Свет будет основной, тьму потом подкачаете, она будет очень-очень хорошо помогать на арене сильфов. Ну, и в будущем, я убежден, тут выйдет патч, где эти сильфы соединятся. Вот. И... Ну, вам не нужно будет потом какой-то искать другой путь для того, чтобы вот там забрать локи, да. То есть в самом начале один раз вы задонатите, вам насыпет кучу плюх, у вас повысится нормально вип, возьмете сильфов, вы просто себя ущербным не будете здесь чувствовать. Вот. Это моя рекомендация для тех, кто действительно будет прям, ну, тратить время свое в эту игру. Вот просто поверьте мне, задонатьте один раз, сэкономите кучу нервов себе и кучу времени. И будете чувствовать себя комфортно. Вот. Что придумал по астралам? Что здесь можно делать? Значит, ну, у меня пока стоит антикрит. Очевидно, что крит сейчас ставить не очень разумно, потому что астралы низкого качества еще пока не раскачаны. Камни низкого качества. То есть, я думаю, я где-то, может быть, к 69-му, если я дойду, если я буду продолжать играть, потому что я все-таки, мне неудобно на этом сервере играть по времени. Все события на этом сервере идут ночью в основном, и, ну, практически не получается играть. То есть, хотелось бы, чтобы вот сервер по европейскому времени работал. Так было бы удобнее. Вот. Что с астралами? Стоит, значит, антикрит, макдев, физдев, атака, ну, стандарт, стандарт, ДМГ+, снижение, антикрит и блок. Что придумал? Снять физдев, снять макдев, снять антикрит, поставить крит, базовый крит и воткнуть вот этот астрал. 15% шанс восстанавливать, ну, тут 9% сейчас на третьем уровне. Там дальше, я думаю, там он где-то до 20-ки, наверное, дойдет. Может быть, даже больше. Вот. И это очень, я думаю, классный астрал. Это же, по сути, замена пассивки, которую у танка отобрали. Здесь. Танк, как вы помните, после блока восстанавливал хп. То есть, у него была пассивка такая. Она была двухуровневая. На первом уровне с шансом 50 на 50. То есть, шанс 50% восстановить после блока хп. А второй уровень с шансом 100%. То есть, каждый раз, когда у вас влетает блок, вы отхиливали какую-то часть. В демон слейре, в старом, это был там по 3000 он отхиливал. В вартюн хох он отхиливал по 20000. Здесь он будет отхиливать с низким шансом. Да, 15% шанс, но достаточно приличное количество хп. То есть, даже если он там один раз сработает у вас, а я уже встречаю ребят, которые на арене, на пб, юзают этот астрал, и я понимаю, что он прям очень хорошо работает. То есть, в итоге получится и крит-система полная, и атака, и снижение урона, и антикрит, и блок, и еще и будет отхил. Физдек, магдев, возможно, был бы смысл оставить, если бы это были астралы красные, и которые потом в будущем как-то еще бы апались. Возможно, но я их даже убирал в вартюн хох, то есть у меня их не было. Вот. Плюс здесь же есть, смотрите, система вот этих камней. Да, и я тут уже, ну вот, попробовал, тут разные плюшки они еще дают, и эти плюшки еще и будут расти, и я так понимаю, их еще можно будет заменить, то есть потратив еще определенное количество шил. И плюс здесь вот эти все камни, я думаю, вот этими камнями здесь можно физдев, магдев нивелировать. То есть, в случае чего. То есть, ну, здесь по-любому будет стоять там атака, крит, блок, да, хп, какие-то двойные еще дополнительно на атаку, а дальше можно нивелировать. Физдев, магдев, кому чего не хватает. То есть, поэтому из астралов их можно убрать и поставить более крутые астралы, которые, ну, будут в бою что-то решать. Потому что отхил, вот даже сейчас 9% от всего хп, это уже прилично. Представьте, будет 20%, да, там на 10 уровне, 25%. Ну, один раз за бой он срабатывает, 25% хп вам отхиливает, нифига себе. Ну, это круто. Вот, и этим астралам пренебрегать нельзя, я считаю. что еще, что еще, что еще хотел рассказать. По поводу скиллов, скиллы здесь, смотрите, какая здесь есть тема. Значит, здесь есть вот такая штучка, святой Грааль, и этот святой Грааль при покупке он дает вам еще одно очко скиллпойнты. То есть, один дает скиллпойнт, и вы можете его поставить сюда. Насколько я знаю, их здесь будет около 20 еще дополнительно. То есть, вы прокачаете на 69 уровне максимум, сколько дает игра, да, каждые два уровня. и еще дополнительно здесь их можно обменивать на обмене, покупать сейчас я вам покажу обмены. Ну, я думаю, вы видели сами. То есть, здесь есть этот святой Грааль. Вот он. Здесь одну штучку можно купить, там одну штучку можно купить. Где-то еще я видел, то есть, где-то может быть здесь, надо смотреть, я уже сейчас не помню. Но суть в том, что вы сможете их накупить вроде как по информации еще дополнительно там около 20. То есть, по сути, вы сможете все, что нужно вам прокачать. И поэтому здесь так много уровней на самих скиллах. То есть, если раньше здесь было 3, то здесь 5, раньше здесь было 2, здесь 5, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, их ввели исключительно для того, чтобы вот снивелировать вот этот перекос баланса именно в скиллах. Вот. И, ну, это такая необходимость, как я понимаю, здесь. Вот. Хотя, я считаю, по моему мнению, здесь и так всего достаточно. То есть, ты либо одну ветку прокачиваешь, да, либо прокачиваешь другую ветку. То есть, у тебя вот либо нижние 2, деферские, либо верхние, там, 2 ульты и масса. Ну, и вот этот скилл, соответственно. Вот. У луков, у магов, я думаю, такая же примерно тема, такая же. Там, по скиллам то же самое. То есть, либо одна ветка, либо другая. В скиллбаре 6 у нас, да, ну, пожалуйста, как хотите, так играйте. Вот. Что еще интересного? Что еще интересного? Заметил, обнаружил. Кони, значит, прокачиваются здесь вот такими красненькими камушками, эссенция маунта. Вот. Пока еще не прокачивал, жду ивента. Посмотрим, как это работает вообще. Ивенты здесь в целом неплохие. Мне нравится, что есть ивенты и ежедневные, и есть ивенты, которые даются сразу, например, на неделю или даже больше по времени. то есть, вот, например, такие. 400 кнутов, кнуты, кстати, тоже достаточно тяжело добываются здесь. Их можно, конечно, докупать, но есть дефицит. Вот. Значит, есть вот такие ивенты, то есть, 400 кнутов тебе нужно залить, и это растягивается, например, на неделю, на 7 дней. И в течение 7 дней ты потихонечку вот там, сгровил ты себе 20 кнутов, 20 кнутов залил. Это значение сохраняется, и каждый день ты добавляешь, 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 добивая вот до 400. Да? то же самое вот с камнями. То есть, 6 дней, 10 часов, снизу вот время. За это время вы можете сделать вот эти ивенты. Жаль, что не дают откат обратно на камни. То есть, например, вы делаете камни, вам дают в ответ камни. Помните, как у нас это было? Вы делаете, ну вот, в ежедневном, здесь вроде как дают откат кнутов, но он здесь настолько слабенький, что опять вылитый. Настолько слабенький, то есть, там 5 кнутов в сумме, там вам 10 кнутов дают, это очень мало, конечно. Вот. Кнуты, значит, махра и горох добываются тяжело. Тяжело. Радует, что в мистери шоп не проблема вот покупать здесь какие-то вещи себе, не проблема покупать какие-то свитки, потому что вот эти камушки, они очень легко собираются ежедневно вот здесь, в Уилсе. То есть, переходите сюда и здесь вот этих мобиков убиваете, убиваете боссов, вам сыпят этих камней, то есть, в целом, в целом играбельно. Вот. В комментариях также писали, ребята, информацию такую, что на китайской версии игры, то есть, китайский патч ввели татуировки. Кто знаком с татуировками, с браузерной версией, с этим патчем, понимает, о чем разговор, кто не знает, скажу, что все в целом сведется к тому, что каждая татуировка будет увеличивать вашу атаку. Вот. То есть, они есть разные, там, и на атаку, и на хп, и на какие-то другие показатели, но, соответственно, все сведется к атаке, и еще больше станет атаки. Вот. Что дальше? Что дальше? Что дальше? По поводу шмота. По поводу шмота сильфов. Оказывается, у сильфов есть шмотки, которые предназначены только для определенной стихии. Есть шмотки конкретно для огня, есть шмотки конкретно для света, для тьмы, ну и так далее. И каждая такая шмотка, то есть, здесь в базе она дает вот какие-то базовые характеристики и никаких эффектов. То есть, ну вот, эффекты здесь прописаны, да, DMG Taken 2%, вот. В шмотках, которые предназначаются конкретной стихией, там будет еще дополнительный, дополнительный, пассивный какой-то бонус. Мне попадалась шмотка, я, может быть, ее на другого какого-то сильфа надел. Нет. Нет, здесь нет. Короче, мне попадалась на тьму, я еще удивился, думаю, почему я надеть не могу. Потом почитал, когда вы получаете коробочку с арены сильфов, с экспедиции, там есть вопросик, нажимаете на этот вопросик, и там можно посмотреть весь шмот, какой вообще в принципе существует. вот, и там разные бафы, то есть, ну, такая интересная механика, вроде, с одной стороны, вы достаточно просто получаете вот этот шмот, чему я был удивлен, да, а с другой стороны, ты потом понимаешь, ага, то есть, это тебе как бы базовый дают шмот, но есть еще более крутой шмот, который потом, в дальнейшем, ты когда-нибудь получишь, когда-нибудь соберешь. вот, что вызывает тревогу с этой игрой, вот, новость с татуировками, и, вот, сам факт того, что здесь очень-очень легко добываются предметы, все, шмот добывается легко, то есть, посмотрите, да, уже там 50-я легендарка, я еще 20 дней-то не играю, я где-то дней 16, вот, в игре, может быть, даже чуть меньше, может быть, 15, все добывается легко, и это может о чем говорить нам, о том, что есть такая возможность, что эта игра превратится в то, что мы видели там, в классическом War Tune, в классический Demon Slayer, который сейчас существует, в браузерной версии, где разработчики постоянно будут обязаны патчить, 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 патчить игру, раз вы добываете все легко, да, вы очень быстро достигаете потолка в патче, и единственное, что остается делать, это добавлять новые патчи, и этих патчей будет настолько много, этого не хочется, конечно, я все-таки, как ни крути, желаю этой игре процветания, да, и игрокам, всем, кто в нее играет, комфортной игры, но вот боюсь, чтобы это все не превратилось в игру, где там 200 миллионов в БР, знаете, вот попробуйте зайти сейчас там в Demon Slayer, попробуйте зайти там в War Tune, где у ребят там по 200 миллионов в БР, но вы зайдете туда, вы не то, что не сможете там догнать топов, вы приблизиться просто даже к ним не сможете, там настолько огромная пропасть, там настолько огромная, там патчи ради патчи уже вводят, просто для того, чтобы, ну, как-то стимулировать игроков, да, чтобы они не уснули. В свое время вот очень знаменитый игрок в Demon Slayer God of Death, это был топ-1 танк, русскоязычный игрок такой был, у него на YouTube есть канал, можете зайти посмотреть, он в свое время вот высказывался тоже, он ушел из игры, он высказывался по поводу того, что игра превратилась просто вот из-за вот этих вот постоянных патчей, ненужных, просто в помойку превратилась, то есть ты заходишь и уже патч ради патча, то есть вводят какую-то такую абсурдную уже фигню, что ну просто играть становится неинтересно, то есть какое-то обновление не ради улучшения игры, а обновление ради обновления, потому что сидят старички, им нужно чем-то заниматься, все очень быстро добывается, все очень быстро достигается, и вот как будто бы разработчики сами себя вот в эту ловушку загоняют, что им постоянно приходится что-то новое придумывать, то есть я вот считаю вот что здесь некоторые предметы нужно было вот например тот же самый шмот нужно было все-таки немножечко скорость понизить, но это мое опять же личное мнение, то есть чтобы не все так, здесь мало того, что она очень быстро собирается, она еще и апгрейдится, да, то есть вы, ну все с 40 просто взяли и апгрейднулись на 50, то есть раньше такой механики не было вообще в принципе, тебе нужно было заходить за крипты покупать, камни эти все собирать там и так далее, сейчас если у тебя есть 50 сет, да, ты его просто апаешь на 60, вот, вот у меня есть меч, мне просто нужно собрать 150 кристаллоидов, я просто апаю на 60 шмотку, и вроде с одной стороны это удобно, с другой стороны быстро и как-то вот это может привести к тому, что будет патч ради патча, вот, надеюсь, этого не произойдет, надеюсь, здесь все продумано разработчиками, то есть у них есть какой-то план и они его будут придерживаться, вот, все остальное в целом играбельно, то есть вот если закрыть глаза, то есть стереть себе память, такой, все, я не помню Вартюн Хох, я не помню ничего другого, то есть в целом, да, вот такая игра, у нее есть своя механика, играйте, нравится, играйте, не нравится, не играйте, то есть, я там в первом видео это занегативил, как игрок, который играл долгое время в Вартюн Хох, да, там, в Демон Слэйер Мобайл, то есть, где все, все механики были идентичны, до этого, да, там, играл в браузерке, где механики были идентичны, а здесь просто это все вот по-новому нарисовали, поэтому, как бы, был такой, естественно, негатив у меня, вот, но, как я уже и сказал, альтернативы нет у нас, альтернативы нет, поэтому имеем, что имеем, и какие мысли у вас может быть по поводу этой игры, может быть, что-то обсудить, пишите в комментариях, будем разбираться, я, наверное, этого перса пока приостановлю, я вот сейчас апнусь на 60-ку, посмотрю, что там появится нового на 60-ке, вот, просто, чтобы саму механику увидеть до конца, и, наверное, я остановлю, почему, потому что, ну, буду ждать европейскую зону, это же американская зона, на которой мы играем, вот, но здесь по времени неудобно, то есть, вот, здесь, кстати, очень удобно сделан магазин, да, где все здесь, вот, и очень удобно сделано расписание, то есть, ты заходишь, у тебя есть сервер тайм, у тебя есть локал тайм, у тебя есть, с какого уровня это все доступно, ну, и, соответственно, название, то есть, условно, мирик по серверу начинается в 21 вечера, у меня в 18.30 в 4 утра, вот, я в 18.30, например, если не попадаю, то в 4 утра все, ну, я сплю там, то есть, в этом плане неудобно, а здесь тоже, вечером могу у себя не попасть, все, остальное там в 3-4 часа ночи, то есть, вот, с одной стороны, вроде как бы, ты можешь успевать попадать, но если что-то в твоем дне меняется, ты пропускаешь вообще все, то есть, конечно, было бы круто играть на европейской зоне, вот, очень много игроков старых вижу, вижу старые Ники, вижу Рэю, вижу ребят, вижу танков, вижу магов, которые в Артюн Хох там в топах сидели, вот, тоже ребята играют, но они и в Артюн Хох когда играли, я знал, что там кто-то с Португалией, кто-то с Бразилии, то есть, американские континенты, оттуда ребята играли, вот, хочется, хочется европейский сервер, в целом, больше, наверное, сказать нечего здесь, ферма такая же, а, боевка, боевка, блин, ну, прям, боевка не нравится, негодую я, вот, просто поделюсь своими наблюдениями, во-первых, убили механику вот этих вот скиллов, которые раньше били, там, три удара, вот этот скилл бил, этот бил, пять ударов, у мага точно так же была там, ульта, которая била, там, пять раз, ой, не пять раз, три раза она там била, дождь два раза бил, да, у мага, сейчас этой механики нет, и убрали, то есть летит Delphic Destroyer, он летит одним ударом, эта ульта тоже самое, у мага в дождь тоже летит одним ударом, и я считаю, немножко неправильно, что вот этот момент убрали, почему, потому что он добавлял рандома в бой, то есть у тебя могло пройти здесь три удара, один в крит, два в блок, то же самое здесь, два первых в блок, три остальные там в крит могли уйти, то есть был такой рандомайзер, и он зависел от того, насколько ты прокачан как персонаж, какой у тебя показатель крита, какой у тебя показатель блока, и чем выше крит, тем больше ударов у тебя входит в крит с ульты, здесь нет, здесь если входит в блок, весь урон в блок летит, входит в крит, весь урон в крит летит, то есть вот этот момент, конечно, расстроил, и очень сильно, конечно, расстроили показатели бафов, и цифра урона. Но это смешно, честно. Это смешно, это прям недоработано. Я надеюсь, это поправят. Я надеюсь, это все-таки нарисуют. Ну, просто посмотрите. Это просто в пейнте нарисовано. Просто циферки какие-то вылетают кривые, блин. И бафы. Обратите внимание на бафы. Сейчас я задефаюсь, чтобы успеть в сильфа запрыгнуть и не убить его раньше времени. Значит, бафы... Блин, ну были же красивые бафы. Был щит, и он отображался щитом. Прямо картиночкой с щитом. Было понятно. Вот этот дебаф. Их может быть три у босса. Вот эти скрещенные мечи. Их может быть три, и они все будут разные, но одной картиночкой обозначаться. Ну, глупо. Ну, разные были картинки. Вот, смотрите. Сейчас будет у меня три разных бафа на усиление. Но все будут выделяться одной иконкой. Ну, зачем? Ну, вот, смотрите. Три, и вот мне нужно прожимать, чтобы понять, где какой и сколько дает. В бою это очень важно знать. Ну, почему? Ну, раньше же было нарисовано. Это руна. Прямо рункой обозначено было. Это сразу понимал. Следующее было там другим бафом. Третье еще одним бафом. То есть были разные картиночки. Они все нарисованы. Они все здесь присутствуют в этой игре. Почему их просто не перенесли? Я считаю, это недоработка. Вот. Ну, и, конечно, урон с уроном, с вылетом цифр нужно что-то делать. Однозначно. Потому что, ну, это прям... И перерисовать бафы, дебафы. И цифрки перерисовать. Ну, стыдно. Это прям пейнт. Реальный пейнт. Нужно перерисовывать. Вот. Ну, и по итогу что можно сказать? Альтернативы нет. Вот такая игра. Кому нравится, играйте, наслаждайтесь. В любом случае, я вам, как игрокам, только могу комфортной игры пожелать. Вот. О игре процветания. Там, мое негодование, это мое негодование. Там, многие ребята со мной не согласились, да, после моего видео. И это круто, что у нас разные мнения. У меня негативное мнение. Я откровенно его высказал, и я его не меняю. Вот. У вас может быть другое мнение? Пожалуйста. Тут как бы никаких вопросов. Все мы разные, мнения разные. Вот. Игре в любом случае процветание. Так как альтернативы никакой нет. Вот. Все. Пишите комментарии, где, чего, может быть, на какую-то тему поговорим, какие-то обсудим вещи. Может быть, кто-то что-то новое здесь не понимает. Может быть, какие-то камни здесь обсудим. Как что ставить. Посмотрим, разберем какие-то вещи. Вот. Ивенты. Вот. Пишите. А я там подумаю, запишу какой-нибудь новый видос. Я там еще арену записал. Вот. Были интересные, красивые бои. Все это за монтажу и тоже выложу под музычку. Ну, как обычно. Все. Ладно. Всем пока. Давайте. Увидимся. Услышимся. Продолжение следует.